Сегодня мы с вами поговорим о том, когда срезать виноградную ягоду на вино, как понять, что она готова. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделю. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Итак, принимая решение о сборе урожая, мы должны руководствоваться несколькими моментами. Первое – это степень зрелости самой ягоды. Второе – это то, какое вино мы хотим сделать. И третье – погодными и природными условиями. Теперь поясню все это поподробнее. Смотрите, если мы хотим сделать красное, плотное, насыщенное вино, то у нас ягода должна вообще очень хорошо созреть. И не просто набрать нужное количество сахара, но еще достигнуть фенольной зрелости. Что такое фенольная зрелость? Это зрелость всех этих ароматических веществ, которые есть в винограде и которые в дальнейшем раскроются в вине. Как определить эту самую фенольную зрелость? Все очень просто. Мы смотрим виноградную косточку и она должна быть полностью коричневая. Сейчас покажу это на примере. Итак, у меня есть вот такая беленькая ягодка. Цвет здесь не важен. И сейчас мы померяем в ней сахар и я покажу косточку. Итак, смотрите, у нас вот такая косточка. Вроде бы даже коричневая. Но видите, носик у нее еще зелененький. Вот теперь я перевернула ее на спинку. Рассматриваем животик. Животик тоже зелененький. То есть эта ягодка еще не созрела. Вот для красного вина такую ягодку снимать нельзя. А вот это, смотрите, уровень сахара. В этой же ягодке. То есть, смотрите, вот эта конкретная ягодка, это вообще кристалл. У нас в настоящее время не подходит ни по одному из параметров. Она и фенольную зрелость не добрала, она и сахар не добрала. Смотрите, если мы хотим легкое, тонкое, нежное вино. Белое, да, липо-игристое. То, в принципе, вот еще чуть-чуть сахара с 17 уже можно начинать работать, можно начинать делать. То есть для таких легких вин нам будет достаточно 17-19 сахара. В идеале, конечно, было бы еще знать кислоту, в промышленности измеряется еще и кислота. Но для нас в домашних условиях это сложно, поэтому вот такую ягоду мы просто пробуем на вкус. Если на уровне 17-19 сахара у нас нет ощущения дикой кислоты, все отлично. Значит, с такой ягодой можно работать и тонкие легкие белые вина вполне можно делать. В принципе, даже красные тонкие вина тоже можно делать на невысоком уровне сахара, на уровне 18-19. Но для красных вин очень важна фенольная зрелость, очень важна вот эта самая коричневая косточка. Если же мы хотим плотное, насыщенное красное вино, то нам надо ждать и фенольной зрелости, чтобы созрела косточка, чтобы в шкурке у нас не было каких-то посторонних травянистых неприятных тонов. И чтобы был хороший уровень сахара от 20-22. Опять же, с этим уже можно начинать работать. Ну, это такие идеальные условия, да, когда у нас погода хорошая, мы можем подождать, то мы, конечно же, ждем и не спешим. Но у нас могут возникнуть ситуации, когда по каким-то причинам нам надо снять урожай раньше. То, о чем я говорила, что мы руководствуемся не только зрелостью ягоды, но и другими факторами. К примеру, там, нашествие ось, нашествие птиц. И мы понимаем, что у нас нет силы, возможности полностью защитить наш виноградник. Там, мало ли, вы собираетесь уезжать куда-то там на пару месяцев. И понимаете, что когда вы приедете, то от вашего урожая уже может ничего не остаться. Грядут какие-то непогоды. Ну, сейчас для середины августа это, конечно, не особо актуально. Но мы с такой ситуацией можем столкнуться там и в сентябре, да, когда нам... Или в октябре вот ягода набрала определенные кондиции. А при этом там через неделю или там на завтра, послезавтра уже обещают заморозки. Ну, и дальше она уже не созреет. В таком случае, да, мы можем снять ягоду с более низкими параметрами, чем нам хотелось бы. Но в таком случае мы уже будем подбирать под эту конкретную ягоду и под эту конкретную степень ее зрелости технологию. И смотрите, у нас получаются два варианта. Первый – это мы растим виноград под наши конкретные запросы, под наш конкретный стиль вина. Ну, либо второй вариант, когда у нас есть урожай с определенными параметрами, и мы уже под него применяем определенные технологии. Но я хочу вам напомнить, что даже если у нас ягода некоторые параметры немножко не дотянула, и мы вынуждены снять такой урожай, в плане сахара, в плане кислоты у нас есть возможности некоторых корректировок параметров этой ягоды. Напоминаю, что подогрев до 40-45 градусов в течение суток-двое у нас может повысить сахар на 2-4%. И для красных вин, если вот они чуть-чуть, там ягодка немножко не дотянула, то как раз-таки это будет хорошо. Также следует помнить, что у нас может быть такая ситуация. Фенольная зрелость достигла, вот косточка у нас классная, хорошо созревшая, но шли дожди, и сахар в ягоде размылся водой. Сахар низкий. Что делать в таком случае? Опять же, мы смотрим на погодные условия. Если у нас есть возможность еще держать ягоду на кустах, то мы ее держим, и уровень сахара в дальнейшем восстановится. Если такой возможности у нас нет, то мы можем эту ягодку несколько подвялить, чтобы этот уровень сахара восстановить и лишнюю влагу убрать. Ну, либо добавить сахар при приготовлении вина, это, конечно, не самый лучший вариант, но, тем не менее, рабочий. И если других возможностей у нас нет, то, да, тоже им можно воспользоваться. Ну, а, конечно, по возможности лучше всего дождаться фенольной зрелости и нужного нам сахара. Что касается нас, то достаточно скоро мы уже планируем срезать наши белые сорта винограда. Мы любим свежие игристые вина, и поэтому нам будет достаточно сахара 17-19%. При этом наши ранние сорта, такие как реформ, такие как зигиребы, при созревании теряют кислоту. А для таких свежих игристых вин кислота это вообще очень здорово и очень классно. И поэтому мы не будем ждать их полного созревания, да, а с ними чуть-чуть раньше, сохранив те параметры, которые нам нужны. И, соответственно, и вы, если вы хотите сделать свежее белое вино, свежее там, мегристое вино, да, то не обязательно ждать полной фенольной зрелости и такого хорошего созревания. При этом напомню, что даже если мы хотим белое вино, но такое более плотное, более насыщенное, либо у вас сорта с высоким уровнем кислоты, да, такие сорта тоже есть, тогда имеет смысл их поддержать несколько дольше на кустах. То есть мы с вами руководствуемся нашими пожеланиями и нашими возможностями. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку «Щё будет» ссылка на каталог наших сортов и награды, и наши контакты. До новых встреч!